Информация, предоставленная в ревью, является без преувеличения шокирующей. Напишите в комментариях, вы считаете это правдой или умышленным вымыслом. Приятного просмотра! Катаклизм, который сдвинул Антарктиду, разрушил бы жившую там цивилизацию. А со временем их строения и пирамиды покрылись бы льдом. Поэтому идея о том, что в Антарктиде подо льдом хранятся остатки некой древней цивилизации, очень интригующая и вполне может быть правдивой. Еще одно доказательство инопланетного присутствия в Антарктиде можно найти в доисторическом озере, погребенном под трехкилометровой толщей льда. Озеро Восток, Антарктида. Его площадь почти 16 тысяч квадратных километров, и оно признано крупнейшим из почти четырех сотен подледных озер материка. В 2001 году пилоты, которые собирали здесь данные, отметили необычные, чрезмерные нарушения магнитного поля на юго-востоке озера. Аномальная зона с поразительным охватом 105 на 75 километров вырабатывает необычайно высокий уровень магнитной энергии. Эта аномалия диаметром приблизительно 80 километров была соизмерима с магнитным полем, которое производит немаленький город. Я был в нескольких исследовательских экспедициях на озере Восток, и в той части мы действительно отмечали магнитную аномалию. Кроме того, нашли еще одну, которая перемещалась с места на место, что само по себе очень необычно. Мы так и не смогли определить причины. Это совершенно непонятно. Естественно, это дало толчок к появлению теорий о том, что там что-то есть. Возможно, НЛО. Возможно, некие инопланетные базы. Возможно, даже остатков утраченной цивилизации. Потом само АНБ практически закрыло дальнейшие исследования и объявило эту зону запретной. Озеро Восток не единственное место, куда ограничен доступ. Семь стран претендует на территории Антарктиды. Но она остается одним из самых закрытых мест в мире. Сейчас там располагаются 68 международных станций, для посещения многих из которых требуются специальные разрешения. В число персонала входят не только ученые, но и военные. Однако для чего причина? 1 июля 1935-го рейхсфюрер С.С. Гиммлер основал АННРБ, элитный институт, предназначенный якобы для изучения культурной и археологической истории немецкого народа. Между тем, его истинная цель была намного более загадочной. В основе АННРБ лежало представление о том, что арийцы — прямые потомки древних, возможно, инопланетных богов. Члены организации должны были ездить по всему миру, выискивая особые оккультные артефакты, такие как Ковчег Завета и Святой Грааль. Фон Браун был тесно связан с АННРБ, был членом СС и был знаком с Гиммлером. Для нацистского руководства ракетная техника была чем-то почти мистическим, чёрной магией, которая позволит им управлять миром. Когда в Европе вспыхнула Вторая мировая война, АННРБ занялась изучением секретных вооружений. А Гиммлер назначил фон Брауна техническим директором крупного опытно-конструкторского центра в Пенемюнбе на севере Германии. Здесь за годы войны фон Браун достиг прогресса в сфере реактивного движения, аэродинамики и системного ведения высот, считавшихся невозможными для того времени. Зададим себе вопрос, как они получили такие знания так быстро? Один из возможных ответов в одной своей экспедиции по поиску древних артефактов исследователи АННРБ на самом деле нашли внеземные технологии, которые, в общем-то, и искали. Что если АННРБ нашли артефакты, которые помогли им создать новые вооружения, предполагают, что на самом деле нацисты нашли артефакты не древнего мира, а другой планеты? Немецкие инженеры разработали ряд революционных летательных аппаратов. Среди них первый реактивный истребитель, первый бомбардировщик-невидимка и даже летающие тарелки с антигравитационными двигателями. Насколько мы можем судить сегодня, к концу Второй мировой нацисты обладали невероятными технологиями. Многие из них до сих пор остаются чем-то из области фантастики. Антигравитация, лучевое оружие, летающие тарелки, летающие треугольники — все то, что сегодня держат в секрете. В июне 1945-го представители армии США, работавшие с немецкими учеными, сообщили, что в ракетостроении нацисты опередили Штаты на 25 лет. Возникает вопрос, откуда взялись эти знания, а также не получал ли Вернер фон Браун, являвшийся создателем немецких ракетных технологий, информацию из других источников, возможно, инопланетных, которые позволили ему так далеко продвинуться в ракетостроении, что если невероятные успехи, достигнутые конструкторской группой фон Брауна, стали возможными, благодаря копированию инопланетных технологий. Сторонники допускают такую возможность, и утверждают, что наиболее красноречивым подтверждением этого является ошеломляющий прогресс, достигнутый после войны. Отколовшаяся цивилизация Термина, выдуманного Ричардом Доланом, замечательным исследователем НЛО, который в курсе всех фактов. Долан продвигал идею о том, что отколовшаяся цивилизация может возникать из культуры, одержимой национальной секретностью. Как, с помощью обратно восстановленных технологий антигравитации НЛО люди могли колонизировать ближний космос и тем самым создавать цивилизацию, полностью изолированную от нас? ММ, я считаю, что мой друг Ричард Долан был одним из первых, кто задумался о том, что сокрытие технологии, изолированной и удерживаемой втайне от общественности, может привести к появлению популяции людей, которым будет предоставлен доступ к информации более высокой секретности. Такие люди отбираются по интеллекту, способностям и пониманию того, что заставляет работать подобные аппараты и устройства. Люди, которые будут работать с такими технологиями, никогда не смогут о них рассказывать, описывать или делиться знаниями. Как следствие, они будут создавать собственное общество, собственную группу, собирать своих единомышленников и жить и работать вместе. Такое место определенно имеется в Антарктиде. Ведь не зря Антарктида сейчас привлекает такое большое внимание. Всем интересно, что там происходит? Вы слышали, что туда летали такие люди, как Джон Кири и Ричард Бринсон, бог знает, зачем? По-видимому, там происходит нечто очень интересное. Высказывалось множество предположений о том, что сразу же после Второй мировой войны адмирал Бёрд вступил в конфронтацию с продвинутой технологией, с изолированной цивилизацией, что привело к потере нескольких кораблей, самолетов и множества человеческих жизней. Так вот, такие технологии реальны. Я видел многое, что невозможно объяснить с помощью традиционных видов систем движения или технологии. Полеты в небе на невероятных скоростях устройства, позволяющие манипулировать временем. Поэтому если у вас есть общество, имеющее в своем распоряжении такую физику и такую технологию, тогда резонно предположить, что при определенных обстоятельствах данный вид технологии может использоваться с целью давления на политиков, чтобы заставить их творить добро или зло. Так можно помешать кому-то начать Третью мировую войну. Это как вариант. Я имею в виду, когда китайцы начинают бряцать оружием, а потом над их столицей Пекином появляется НЛО, они утихомириваются. Тогда вас интересует, не передается ли им тонкое послание о том, что пора остановиться и прийти в себя. ДУ, это подводит нас к концепции о стоящем за феноменом НЛО таким большим уровнем секретности, какого не может себе представить большинство людей. Очевидно, что это главный элемент нашей программы. Я подумал о том, как интересно, что Марк упомянул Антарктиду и привел те же данные, о которых мы говорили, не зная о том, что мы уже раскрыли. Каковы ваши ощущения в этой связи? КГ, ну, в связи с отколовшейся цивилизацией. В одном из недавно опубликованных обновлений говорится о том, что сейчас Антарктиду называют Антарктической зоной 51. Там имеется множество подледных баз, построенных в рамках проекта «Ледяной червь». Базы очень большие и используются для исследований и строительства новых сооружений. Этим усиленно занимается компания Lockheed Martin. Заселяются и используются все обнаруженные сооружения. И не только они. В частности, имеется нацистский космический порт, перешедший в наши руки в конце 1950-х, начале 1960-х годов. Мы превратили его в наш собственный космический порт. Он очень интенсивно используется. Давайте не забывать, что концепция отколовшихся цивилизаций отнюдь не новая. Такое происходило и в античности. У почти всех древних цивилизаций была каста жрецов, состоявшая, в основном, из инженеров. Каста жрецов охраняла все знание, хранила его в секрете даже от фараонов, королей и царей. В те времена, когда они развивали такие виды технологий, они создавали их отдельно от своей цивилизации. Многие отколовшиеся цивилизации ушли под землю, удалились от мира и создали свои базы. Сегодня многих из них мы называем внеземными группами, по крайней мере, думаем о них, как о внеземных группах. Возможно, именно их мы видим летающими в наших небесах. Дэу, как вы думаете, может ли быть так, что такая отколовшаяся цивилизация когда-нибудь устранит отделение от людей на земле до такой степени, что мы узнаем о ее существовании и сможем общаться с ней тем или иным образом. КГ, я буду очень удивлен, если они объявятся сами по себе. Я имею в виду окончательно отколовшуюся цивилизацию, обладающую самой продвинутой технологией. Скорее всего, совсем скоро мы услышим об одной из других ТКП. Я вижу единственный способ раскрытия посредством массового выброса данных. Или некоего события, когда информация появится против воли власть придержащих, управляющих какими-то отколовшимися цивилизациями. Дэу, что вы думаете по поводу того, как все развернется? Часть самой концепции отколовшейся цивилизации состоит в том, что мы не обладаем способностью посылать свои беспилотники, чтобы они облетели Луну и посмотрели, что находится на темной стороне. Мы не способны посылать в космос обычных людей. Хотя появляются такие люди, как Элон Маск и Ричард Брэнсон. Они создают свои собственные небольшие космические программы и пытаются осуществить запах. Их детище взрываются, возможно, в результате саботажа. Как нам это пережить и отправиться в космос? КГ, все подобные вещи совершаются в тайне. Оружие, программы, которые, скажем, саботируют эти две гражданские программы. Все они действуют в строжайшем секрете. Если мы получим некий вид выброса данных и появится большой объем неоспоримой информации, тогда уловки прекратятся. Кабала может скрывать за завесой все, что хочет, но мы все равно узнаем, что она там. ДУ, в связи с отколовшимися цивилизациями, как вы считаете, каким будет конец игры? Если они все еще живут в нашей Солнечной системе, если состоится раскрытие, они окажутся легкой мишенью. Если они действительно хотели отколоться, почему не порвали все связи с Солнечной системой и просто не ушли куда-то еще? КГ, уходят. Они населяют другие звездные системы. У них есть базы в других звездных системах. На случай, если их вынудят это сделать, они планировали поступить так тогда, когда появится информация, раскрывающая их общественности или промежуточному уровню, людям, имеющим зубы, некоторым группам ВПК. На случай, если таким людям начнет раскрываться информация, власть имущей отколовшейся цивилизации планировали покинуть нашу Солнечную систему и отправиться в одну из других звездных систем. Дэу, как вы думаете, как повлиял на этот план так называемый внешний барьер? КГ, внешний барьер разрушил этот план. Они застряли здесь вместе с нами. Если произойдет полное раскрытие, тогда, как вы говорили, они окажутся легкой мишенью. Их опознают и узнают обо всем, что они делали, чтобы сохранить свою отколовшуюся цивилизацию в тайне от нас. Частично, в этом и состоит суть полного раскрытия. Подписывайтесь на канал. И не пропустите новые выпуски. Берегите себя. ПОДПИШИСЬ!